Всем привет! Сегодня я покажу дюжину четких смартфонов из Китая. Таких вы еще не видели. Поехали! Lenovo K320T. И это самый не крутой смартфон в этой подборке. Задняя камера двойная, всего 8 плюс 2 мегапикселя. Мне вообще кажется, что пиксели будут отлично видны, ведь разрешение дисплея 1440 на 720 точек. И это при размере 5,7 дюйма. Cubot X18 Plus. В последнее время многие телефоны перешли на соотношение сторон 18 к 9. В этом смарте, так еще и экран сделали почти 6 дюймов. Одним словом, лопата еще та. Имеется черного и синего цветов. Процессора и оперативки хватает, чтобы играть в различные игры. А вот камера в этом смартфоне реально порадовала. Целых 20 плюс 2 мегапикселя. Asus Zenfone 4 Max. Имеет просто офигенную батарею на 5000 мАч. 20 дней заряжать не нужно. Можно вставить целых 2 сим-карты. А также есть сканер, находится в кнопке. Huawei Honor 9 Lite. Разработчики решили использовать стеклянный дизайн с двух сторон. Так что ронять не советую. В принципе комплектация стандартная. Ничего особого в ней нету. Могу выделить лишь то, что в этом смартфоне 4 камеры. Meizu M6s. Отличный телефон за свои деньги. Дисплей 5,7 дюймов с HD разрешением экрана. Это конечно не очень хорошо. Зато батарея дольше проживет. А вот сканер отпечатка пальца разместили сбоку, что очень необычно. Nokia 6. Это та самая легендарная Nokia. Только разбить теперь ее стало очень просто. Телефон очень стильный. Имеет целых 4 гигабайта оперативной памяти. А также мощный процессор Snapdragon. Так что игры должны летать. Также телефон оснащен очень быстрой зарядкой. 50% заряжает за полчаса. Meizu Pro 7. Представляете, в этом смартфоне целых 2 экрана. Второй экран, как я понял, для того, чтобы было удобно делать селфи на основную камеру. Основной акцент в смартфоне сделан на камеры. Снимки очень четкие получаются. Также музыку неплохо прокачали. Lenovo Z5. Как iPhone H вышел, так все начали делать такие же моноброви. По мне так это неудобно. Но телефон получился достаточно мощным. 6 гигов оперативки. У меня на компе меньше. У Medigy Z2. Об этом телефоне можно говорить долго и очень долго. Но я буду краток. Комплект поставки очень даже неплохой. Смартфон имеет процессор Helio P23 от Mediatek. Благодаря быстрой зарядке полностью заряжается всего за 80 минут. Ну и в последнее время фишка многих смартфонов. Face Unlock. Это, конечно, не Face ID. Но тоже неплохо. AGM X2. Имеет класс защиты IP68. Я думаю, мои комментарии здесь излишни. В телефоне очень хорошая камера, позволяющая снимать в любых экстремальных условиях. А также есть неплохой навигатор, чтобы не заблудиться в лесу. OnePlus 6. Честно говоря, значительных отличий от OnePlus 5T я не нашел. Экран стал на 0,28 дюйма больше. А также соотношение сторон стало 19 к 9. Ах да, здесь же еще монобровь появилась. Производительность у этого китайца, как всегда, лучшая за свои деньги. HTC U11+. Мне казалось, что HTC уже давно перестала выпускать смартфоны. Но не тут-то было. И этот смартфон тому подтверждение. Имеет степень защиты IP68. Влаги и пыли не боится. А также порадовала батарея, которая здесь почти 4000 мАч. Huawei RS Porsche. Обязательно напишите в комментариях под видео ваши мысли по поводу цены этого смартфона. Имеется он двух расцветок и с разным объемом памяти. 256 и 512 гигабайт. Камера здесь тройная. 40, 20 и 8 мегапикселей. С возможностью 5-кратного гибридного зума. Комплект поставки очень большой. Есть даже наушники. А вот комментарии, которые остались по какой-то непонятной причине без лайка. На канале очень много видео на различные темы. Ставьте лайк под этим видео. И смотрите другие видосики у меня на канале. Их очень-очень много. Пока-пока.